Всем привет, с вами Иван Кынг и мы продолжаем проходить тест-драйв Unlimited Reincarnation. В последней серии мы открыли автомастерскую уникальных покрасок, где мы сможем сделать покраску разных цветов и так далее. Также, как вы видите, я подфармил немного денег, чтобы мы могли купить какой-нибудь автомобиль не класса Е, как у нас есть, а что-нибудь такое реально быстрое, шустрое, что-нибудь прям вот, чтобы мы могли всех унижать, властвовать и доминировать. Любители сэкономить свои деньги? Хочу посоветовать отличный кэшбэк-сервис Мегабонус. Этот сервис, который возвращает до 40% с каждой покупки. На самом деле, советую вам попробовать сами. Максимально удобное расширение для браузера. Пользоваться расширением легко и удобно. Один раз установил, зарегистрировался и просто забыл. Делаешь покупки, как обычно, Амегабонус начисляет тебе кэшбэк с каждой покупки. Здесь более 800 популярных магазинов, такие как Алиэкспресс, связной, ебукинг и так далее. Я где-то здесь видел значок Ауди. Ауди. Нам нужна Ауди. Класса Д не ниже. То, что у нас Тесла не подходит, Акура ТСХ тоже не такой. Аккура Альфа Ромео нет. ТТ, РС, С-класса и нам на нее не хватает. И все. Тесла не хочу брать, потому что на нее всего, скорее, нет никакого тюнинга. И у нее максимальная скорость ограничена. Это же электрокар, как-никак. Давайте зайдем в другой салон. Посмотрим, может быть, я здесь могу что-либо найти. Ну. Так, давайте сразу. Опять Тесла, да? Ну, вот, 210 максималка у этой Теслы. Так, это Е-класс. Д. Ауди, РС-4, Квадро. Ну, блин. Что, серьезно? САП? Нет. Ауди А6 тоже старенькая. ТТ. То есть, получается, у нас есть только вот такая РС-4, да? Квадро. Ну, послушай, может она что-нибудь. Блин, давайте еще в один салон заглянем, потому что, ну, неужели все так печально? Давайте попробуем в немецкий зайти. Может, мы не будем Ауди покупать. Так, Панамерри 4С. 718-ый Кайман. Не по карману нам. Кайен Турбэс. Тоже не будем пока покупать. Во. Кайен Турбэс 16-го года. 130 тысяч. Эх, Макам не в том классе. Но это и миллион, они пока вон. Знаете что? Отпускай будет. Панамер. Хочу. Большой, люксовый. Порше Панамера. Смотрите, какой красивый автомобиль. Ну-ка, давайте-ка сразу вид из салона посмотрим. Нормальный ли он внутри в салоне. Ну-ка. А че такой звук-то странный-то? Че так это не его звук. Странный, очень дерганый. Какой-то, я бы сказал, даже так. Что обычно они как-то... Ну-ка, давайте посмотрим, а че у нас здесь постоит. Спортивный, безопасный, гоночный. Ну-ка. Давайте тест, так сказать, на полный привод. Все, все, передние колеса крутятся. Так что все. Губого разойдет. Так, давайте теперь попробуем найти какую-нибудь гоночку D-класса. Либо вот, пожалуйста, 170 миль по чему-нибудь там. Постигнуть 274 километра. Здесь у нас максималка, по-моему, 300. То есть, они хотят, чтобы мы ехали на встречку, да? Три, два, один, го! Нейтон мне запрещает развернуться и поехать так. У меня больше, чем будет. Гиды с салона посадки. А, кстати, смотрите, где у нас... То есть, на центральной панели у нас картинка с задом Панамера осталась. То есть, вы видите на... Хотел сказать, на бутовом компьютере, на медиа-системе. Плюс у нас, видите, еще... Навигатор в каком месте местах. Да, это... Ай, блин! На 250 похоже будет, чем до 240. Давайте место за два, за вообще. Давайте помнимем, еще не... Сказать... Мы достигли нужной скорости, мы взялись до 286 и 84 по GPS. Ну, по идее, хорошая машинка, хорошо рулится. А, так, подождите. Если я не ошибаюсь, у нас... Сейчас поспорю. Стоп-сигналы, это просто два таких... Минуса тебе прочего. Ладно. А, спойлер выдвигается? Нет. В момент истины 110, 120, нет. Все, никакого спойлера нет у этой машины, все. И, когда я его понесу, они несут в ад. Предлагаю сразу тогда уже... Так как мы по пласту убили немного, да? Давайте посмотрим, все-таки, может, есть в чем будет D-класса. E, F, E, A, A-. D, E, но здесь ехать очень много. В сегодняшнюю серию это не вписывается. Вот, 140 миль. Отлично. Хочу... Давайте... Мы купили Porsche для установки рекордов на скорость. Для установки скорости рекордов. Мне нравится. Ну, по примеру, на малой, на маленькой скорости, на малом ходу, он едет достаточно неплохо. А, его, в отличие от предыдущих автомобилей, сейчас в этом повороте, он все-таки смог удержать траекторию и, как положено, довернуть задом. Не прям резко уходить за нос, а прям вот просто немного довернуть. Ну, все, я даже дальше устанавливаю, не буду сгоняться. Смысла нет. То есть мы побили 226, поставили 243. То есть еще одно задание выполнили. То есть вообще отличная машинка. Так, и нужный режим у нас стоит. Сейчас продолжится наше шоу, ведришки шоу. Я только что выставлял перед началом езды все нужные условия нам, чтобы была система пробуксовки включена в определенном режиме. Стандартная, как на всех автомобилях. И сейчас мы... Первая попытка, как обычно. Вторая попытка уже будет в зачет, и целиком вы ее увидите, пока я тут немного вкачусь. Так что перемещаемся сразу на финиш. Так, ну первый попытка подходит к концу. Сейчас будет вторая попытка, которая пойдет, как обычно, в зачет. По результатам первой попытки мы увидим, что мы установим время 2 минуты 30 секунд и 80 сотых. Получили немножко денег, так сказать. Компенсировали свое затраченное время. И сейчас мы поедем уже в зачет. То есть я должен быстрее, чем 2,5 минуты проехать. А это сразу переключим. Вид на такой, чтобы я понимаю. Насколько все печально. Да, все печально. И... Все-таки, а знаете, как я делаю? Я не буду... Так, стартует наша вторая попытка, которая идет в зачет. А, ну то есть получается, скорость это вообще короткий. Первая, чуть ли не там, минут до 50, вторая, до 90 где-то. Знаете, что вот я сейчас проехался, получается, немного на автомобиле. Я заметил такой момент, что он до определенного... Вот в поворотах особо. То есть он сейчас получается где-то держит, держит, держит дорогу. Потом у него начинается, как у всех, корше сносить зад. То есть, грубо говоря, вот мы доворачиваемся нормально. Здесь тоже все окей. Это будет видно всего, скорее, только в одном месте. Вот, ну, там, здесь я отрулил сразу же. Здесь не было только себя, как-то. Ну, то есть, по-турману мы отыгрываем, так понимаю, очень много. Сейчас посмотрим, что на время пока. То есть, на секунду проиграем, неприятно, доедем. Сейчас у нас будет связка медленных поворотов. Ну, это хорошо, хорошо. Этот немного... Вот, смотрите, вот эти груди-трули-трули-трули, все начинается носителем. То есть я так понял, что здесь, типа... Можно сказать, что срабатывает блокировка дифференциала. И вот так я закосячил. Чего-то помимо, да? Да, блин, перестань лагать. Все, да, лето, жара началась. То есть, простите, где я снимаю. Очень тепло и жарко, поэтому... Железо начинает греться. Отменяем вид, так сказать. Сейчас должны в 2.30 выйти, будет спокойно. Я думаю, максимум секунды-две, тогда... Может, и вообще 2.30 дальше будет. Да, будет те же самые 2.30 дней, и на секунду быстрее. Даже будет, получается... 2 минуты, 30 секунд, и 0,57. Не знаю, насколько это быстрее. По-моему, это даже чуть медленнее, чем первая попытка. Но, блин, что есть, то есть, так сказать. Чем... Надеюсь, не будет слышно вентилятора. Мы, значит, с вами перемещаемся в... Это неподходящий магазин для вашей машины. То есть, а где я должен... А, мне кажется, Porsche Panamera не могу чининговать в немецком автосалоне, где марка Ruffano представленная. То есть, у нас, смотрите, значит, есть Panamera 4s, которая ничего не меняется. То есть, ну вот... Здесь мы получаем небольшую прибавку в мощности. Мы получаем 26 лошадей и улучшаем результат на 0,8 секунды. Мы получаем 70 лошадей и получаем меньший результат. А тут мы еще получаем облегчение. Так, ну ладно, и что у нас еще? Так, Porsche Panamera Turbo. И какой-то есть... А-а-а! Все, я понял. Это у нас старая версия. Предыдущий кузов на 500 лошадей. Я не знаю, полный период он или нет. Это тоже предыдущий... Да, так, предыдущий кузов, судя по фарам. И называется это... Гэмбала Мистрали. Но она вообще зверь. 721 лошадь. Ну, значит, по условиям нашего конкурса мы должны Panamera 4s, который у нас есть по максимуму оттюнинговать. И попробовать протестить. Да, но только... Что-то пошло не так. Значит, мы продолжаем. Мы... Наши... Ведрышки шоу. Значит, поехали за 2 минуты 30 секунд ровно. Сейчас у нас, как обычно, будет... Все, настройки мы опять же не меняли по курсовой устойчивости. Сейчас первый заезд на Panamera... Это получается 18-го года. Или 17-го года в кузове. Посмотрю перед тем, как уже опубликовать. Точно напишу. Значит, полный тюнит. Все. Результат на финише. Первая попытка для Афката. Так, первая попытка закончена. То есть, на... И у нас... Вы чё, шутите? У нас получилось 2 минуты 12 секунд время. 18 секунд. 18, Карл. Как так? Да вы гоните, что ли? 18 секунд. 2 минуты 12 секунд. Укиньте, приезжал 2,30 оба раза. Как я что понимаю, может я вкатился где-то в каких-то моментах, но не такой же степени. Ну, что я могу на это сказать? Полный привод в Порше, это вещь тогда получается. Ну, автомобиль класс у нас получается не Е, а Д. 18 секунд за 2 круга. Да, за первое, считай, круг мы отыграли по 9 секунд с круга. Ну, вот сейчас получается у нас было 2.12, то есть... Первый круг минута 0.09, значит второй где-то за счёт отсутствия старта должен быть... Ровно минуту. Как же понимаю, что полный привод даёт некую свободу. Блин, это было плохо. Анна, всё равно время бы штрафа считается 3. Всё, мне главное сейчас в этом последнем повороте не облажать, будет всё отлично. И у меня осталось... Так... 12 секунд, да? Ну, 11... Вот, секунду примерно где-то получилось. Значит, время в зачёт у нас идёт 2.2 минуты 11 секунд и 0.90 секунды. То есть время в зачёт и это получается, внимание, почти что... 18 секунд... 18 секунд Panamera Turbo S в полном тюнинге привозит стоковый. Офигеть! И... У нас ещё остаётся время для того, чтобы выполнить какое-нибудь задание. Притом D-класса. Так, это нет... Время Е... СДЕ на скорость задания. На скорость у нас есть сегодня задания были на скорость. Ф маленький В. С или нет? Здесь у нас остаётся... Так, машину довозить мы сегодня не будем сейчас. Так... Довезём... Доставку пакета только сразу, смотрите. А голубое тут это шоссе, которое широкое. Нам предлагают здесь не через шоссе ехать, а свернуть и по более короткому пути поехать. Но вот здесь затыки, светофоры... А здесь не будет нигде затыков, можно бы по этому маршруту поехать. Всё. Посмотрим, сможет ли этот автомобиль одолеть нужную дистанцию за определённое время. Это курьерское... Ну, курьерское задание мы уже читали, что это такое. Так что я не вижу смысла его. Подсечку долбится вообще, конечно, сильно. Ну, навигатор на приборе, приборах это... С одной стороны удобно, а с другой стороны, если глаза вниз опускать, неудобно, потому что приходится постоянно отвлекаться. Давайте, вот такую динамическую камеру сделав, чтобы она перемещалась. Так, у нас на... 18 километров 6, то есть 3 километра в минуту где-то должно получать около этого. Сейчас мы едем со скоростью где-то 4,5 километра. Сейчас уже 5 километров. Ну, короче, смотрите, так как здесь нету повреждений и так далее, может только на копов нарваться. Потому что на копов нарваться достаточно ни в кого не врезаться. Достаточно, конечно, ко сказанному. Постараемся. Блин. Чуть-чуть хотел сказать, автомобиль на скорости 300 километров в час, где ведет себя очень стабильно. Что, казалось бы, удивительно, с одной стороны, для Porsche же это... Ну, а с другой стороны, это полный привод Porsche, поэтому... Очень мне нравится по управлению этот автомобиль, но при том, в нем чувствуется, что на высокой скорости, что у него есть вес, потому что он не так быстро реагирует на перемещение. То есть... И почему я не хотел как-то по тому маршруту, который мы сейчас просто видите, мне приходится сильно резко долго оттормаживаться, потому что мы... Некоторых поводок не можем войти из-за тяжелого веса автомобиля. То есть, сейчас, ну, сотню держит хорошо, но навстречу вылетели. Хотя, мелочь, пусто же было. Ну, здесь есть, конечно, копы, но здесь копы разадариваются только тогда, когда ты врезаешься в кого-нибудь. Это не как в нетфоспиде и так далее. Но тут, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, это удобно, потому что они тебя не за... Не достают лишний раз. Особенно это вот в таких доставках. Это мастер-класс, как говорится, найти единственный столб во всем поле. В поле столкнуть, да, точнее, правильно сказано. Так же и здесь. Единственный знак. Может, чуть дальше, по-моему, нет. Это было бы сильно просто. Так, у нас что, три минуты прошло, и мы должны были проехать где-то из 18 километров 9. Ну, мы близки к нашему нужному времени. Цели доехать чисто тут нет. Поэтому мы можем позволить себе где-то просто грязный поводок. Ну, вот, хоп, оттормозились, удержались, все просто по прямой дальше. С плюс его нажимаешь газ, куда морда повёрнута туда он и едет. Короче, мой вывозит выпить, то есть, драйв андимит этот автомобиль идеально подходит. Ну, наверное, только есть один такой несущественный минус это вес, но мы будем в дальнейшем еще пробовать. Герси в старом грядущем кузове и какую-то с итальянской агрегиатурой, которая едет на 700 там лошадей с лишним. И так думаю, та машина, которая будет ехать на 700 лошадей, будет вообще напрямую улетать только в космос. Но об этом мы узнаем всего скорее только в следующем выпуске. И вот, кстати, на кочках она из-за того, что она тяжелая, она хоть и улетает, но её не начинает сразу разворачивать. Это скорее даже не только из-за того, что она тяжелая, еще плюс полный привод. Своё отрабатывает. А, и низкий центр. Вот клиренс у него же маленький у Панамера. А варикс, варикс, который мы ездили, там был большой везде клиренс выставлен. В результате она, когда подлетала на почке, она постоянно отрывалась колесом и теряла зацеп. В результате её почему и разворачивала, почему она плохо поворачивала и маневрировала. А Порше, видите, низ, ниже по весу, по клиренсу. И поэтому он лучше управляется в этом моменте. Это наш любимый участок нашего лидришки шоу, поэтому мы на следующем перекрестке по линьону проедем по прямой. И у меня еще в запасе полторы минуты. Порше, хороший автомобиль, делаем вывод. Только здесь мы поедем не по обычным нашим поворотам, а направо, а налево. Так сказать, проедем круг обратно, попытаемся. Вот, плюс автомобиль поворачивает, уворачивается, поэтому мы можем спокойно увидеть вообще, как только его начинает сносить, чувствуешь, доворачиваешь. И я не знаю, тут электронные помощники, не электронные помощники, как хотите, обзывайте. Но автомобиль тогда начинает просто выкручивать. Так, сейчас мы сделаем какой-нибудь такой, типа, ракурс. Типа, вот так вот еще. А, значит, таблица с результатами. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Не забываем подписываться на канал на ютюбе, обязательно нажимать колокольчик, потому что если вы не нажмете колокольчик, оповещение на выпуске просто не придет. После этого переходим в инстаграм, подписываемся в инстаграм. Там есть интересные фотографии, немного не на тему игр, но вам понравится. Дальше переходим на нашу группу вконтакте, подписываемся. Там публикуются немного обоев в разном стиле и стилистике как раз автомобилей, автотемы. Также не забываем переходить по ссылкам на нашего спонсора, кэшбэк мега бонус. Подписываться, покупать себе в различных магазинах различные вообще интересующие вас вещи, получать кэшбэк, возвращать часть своих денег потраченных. Тем же самым еще помогая каналу развиваться. На донаты ссылка в описании тоже есть. Спасибо, что всем смотрели. Всем до новых встреч и пока.